Третий вопрос повестки дня к качеству управления государственными активами. Речь шла о том, какую зарплату назначают себе руководители национальных компаний, институтов развития и акционерных обществ с преобладающим участием государства. Приведу в пример лишь один факт. Как выяснилось, президент акционерного общества «Казахтелеком» получает ежемесячно 365 тысяч долларов. И это не учитывая специальные ежегодные премии в два с лишним миллиона долларов. «365 тысяч долларов в месяц. От каких показателей? Казахстан за пять лет удвоил свою экономику, развивается 9-10 процентов. Так я какой бонус должен получить? А вот дальше пойдем, некоторые вы записали туда телефонные разговоры, питание, там, значит, прачечное, бессовестное вообще. Шалганбаев, президент Банка развития Казахстана, Камбар Шалганбаев, получал 100 тысяч долларов в месяц. Его заместитель 40 тысяч. У бывших нынешних руководителей Казпочта среди месяцев заработной платы по сравнению с пятым годом выросло более чем два раза. Кто сейчас Казпочта? А чем ты, этот Аркен Арстанова, отличаешься в два раза? Объясни мне. Чем отличаешься? За что ты себе два раза вылечил после того, как он ушел? В среднемесячной заработной платы в этом году руководство только созданный холдинг Самрук 34 тысячи долларов в США. Его заместители 32 с половиной тысячи долларов в США. Президента Казтелекома снять работу, поручаю тебе, Данил, немедленно. Не имеется морального права работать после того, как выплатят все. Всем одноглевшим дать предписание вернуть деньги. Самим. Кто не вернет, отдельный список. Опубликовать печати, а потом будем вести расследование в законном порядке. Поручения, которые дал президент по итогам заседания, должны быть выполнены в срочном порядке. Глава государства взял их под личный контроль.